Кстати, очень сильно ненавижу звук троллейбуса, когда иду здесь, потому что я переживаю, что это тот троллейбус, на который я должна сейчас успеть. И очень сильно радуюсь, если все-таки это оказывается тот, который едет в ту сторону. Ой, сегодня так холодно утром. Боже, верните, пожалуйста, тепло. Пожалуйста. Ребята, всем привет. А я сегодня утром здоровалась. Ребята, всем мне привет. Мы же поздоровались. Всем это, всем здравствуйте. Стоп, скажи мне, в 12, да? Да, в 12. Ровно в 12, это у нас будет 50 минут заканчиваться. Да, и ты сможешь спокойно уйти. Короче, мы уже сейчас отпросились и быстренько спешим, потому что нужно заехать за кое-чем для мамы. И все, будем ехать к маме, поздравлять ее с днем рождения, да? Да. Андрей даже рубашечку одел. А типа прибедняется, говорит, что просто кофта в стирке. Ну, я так знаю. Как-то она кинула стирку сразу тогда, когда надо на день рождения идти к маме, да? А мы поздравили сегодня мамочку. Подарили ей цветочки, подарили ей еще тортик вкусненький. Все, короче, все, что мы задумали, все у нас получилось. При гости, поэтому я не снимала ничего целый день. Поэтому влог я сегодня выпускать не буду, но вы об этом уже узнаете все равно. Ну, где-то в среду, я думаю, потому что я утром выпускаю влоги обычно. Поэтому смысл мне вам ничего нету объяснять. Ну, потому что я целый день сегодня не снимала, и нечего выпустить, поэтому такие вот дела. И мы с Андреем, родители уехали гулять еще со своими друзьями, со своими знакомыми. Ну, расслабиться, отдохнуть. И отдохнуть и от Киры, и от меня. Ну, в общем, короче, расслабиться и отдохнуть спокойненько. И мы с Андрюшей остались, все-все-все поубирали. Ну, как поубирали? Мы поубирали все. Ну, понятное дело, что... Нет, мы хорошо поубирали, мы очень даже качественно, я вам скажу, поубирали. Всю-всю посуду перемыли, я, наверное, час мыла. У меня тут вот ногтик какой-то откололся. Прям не очень хорошо повлияло мытье посуды на ногти. И Андрюшу я уже помыла, сейчас Андрюша моется, и мы все, будем спадки ложиться. Я уже растерила нам кроватку, сейчас села, хочу посмотреть что-нибудь. Пока Андрей моется, я тоже буду ложиться спадки. Так что, вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И мы увидимся с вами прямо сейчас. Утро. Я говорила, что мы увидимся сейчас, вот мы увидели с вами сейчас. Да? Что? А? А я с вами не поздоровался. А ты вчера разве не здоровался? Вчера не считается. Ну, поздоровался, знаешь, Саня. Не поздоровался. Все, ребята, больше не добавляйтесь к нему в друзья, не лайкайте у него фотки. Наши подписчики добавляются ко мне, к Андрею в друзья, лайкают фотки, да? Только еще на инстаграм бы не подписываться. Ссылка в описании. Так, всем выйдем лучом. Ну, зато не претензий, чтобы ко мне какие-то девочки фотки лайкать. Да, можно прикрыться, что это подписчики. Но, понимаешь, все подписчики проходят через меня. Ну, тоже не забрешь. Поэтому... А может, они хотят найти именно меня? В контроле все-таки есть. Кто там кого лайкает. Все, мы идем до учебы. Ну, мы едем сейчас, короче, в музей Булгакова. У нас экскурсия с нашей группой. Сегодня очень солнечная побоя. Прям приятно, прям приятно. Ветер холодный, а тепло. Вот, да? А солнце теплое. Все такое уже зеленое. Деревья распускаются, травка, травка. Митинги. Как обычно, эти все митинги здесь. Митинги. Короче, едем сейчас, докопертовую. И вот он уже угасает актив. Он уже огонил, но уже ни на что не реагировал. Думает о глухой эстетике. А Елена знает, что все приготовления, которые есть в том, это кое-что. Потому что там в том, что заставили, ее стать делать. И вот, еще не на общем. И она, из-за, где не реально пишет, что мама, реально прежде, что в таких людей, очень-то, 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 очень-то. Елена знает. Уже. Еще. Костяк. Елена. Расправит. Солен. Расправит. Расправит. И здесь ему дадут как бы отдельный ход. Но обратите внимание, комната темная. Здесь два окна с соседним домом загорочены. Пейзажа никакого нет. И еще темно, если там солнышко светит, не отражается. Но вообще темно. Комната очень неудобна. Вот вход к мальчикам. Это столовая, а это кухня. То есть через тебя все время проходят. Мы именно здесь. Будут собираться все. Вам понятно, что это та самая своеобразная вкольная доска в романе загорочена. Знаете, птичные столицы не ходили. Да, мы разные ходили. Вот театралы какие. Ну тогда все. Как говорилось, Канислав, напускаем темноту и делаем с вами все, что хотим. Здесь у нас как в театре. Вот это не зеркало. Это на самом деле окно с зеркальным полотном. Так что это почти что замок. И теперь мы с вами видим действительно через нормальное окно, вот реально комнату. Когда-то это была мамина спальня, потом она уехала на Андреевский 38 в 18-м году. Так что это тот самый мир, который достался Булгакову. Здесь он жил с женой. А потом уже он в романе поселит сюда своего главного героя, Алексея Турбина. И поскольку он дважды болел тихо, он очень... Мы заглядывали в это зеркало. Очень-очень круто. Я уже здесь была второй раз. Мне очень понравился этот музей. Но мне особо интересно, но мне не интересно слушать, что она рассказывает. А так, типа, музей очень классный. То есть посмотреть все это своими глазами очень приятно и интересно. И изучить, поизучать какие-то предметы. Себе такое интересненькое. Так что музей классный. Особенно мне нравится момент, когда выключили свет, и мы заглядывали в зеркало. Сейчас Кантюша по делам едет. Я еду по делам, потому что пересечемся, потому что не по делам. Короче, скорее всего, я уже буду снимать аж вечером, тогда буду ездить домой. И то, наверное, я не буду пришли, а буду ехать домой с мамой. Буду снимать, вряд ли буду. А может и буду. Так что, если что, то уже дома с вами увидимся. Я все сделала, все расскажу, что буду делать. И я хотела сказать вам, что я заметила все какие-то крутые офисы. Ну, не крутые офисы, а просто офисы, много фирм каких-то частных. Они всегда в каких-то таких местах. Загроможденных, старых, далеких, далеко, где-то в попе Киева, если так можно выразиться. И это очень странно. Но реально сюда вот стремно идти. Я сейчас здесь снимаю, потому что я сегодня сфоткала там Магнолия. В школе напротив моего колледжа зацвела. Я такая, типа, опа, опа. О, все, видите, какая красота. Красотень. Так, сейчас надо сфоткать это все. Сейчас я вот эту сфоткаю. Мне надо очень классная фоточка. Смотрите, это центр, центр, медичная компания Илая. И тут маленький малыш на капусточке. Класс. Очень креативненько. Красиво здесь, в некоторых местах просто превосходно. И я заметила, здесь очень-очень много дорогих машин стоит возле этих офисов. Так что вот такие вот дела. Все-таки не сдержалась и поснимала. Так, Андрей, я не знаю, тебе этот мотоцикл или не нравится. Что, не нравится? Нет, я снимала для тебя. Потому что у нас вообще с ним такая вот неиндерима, как это сказать, обсуждение, спор. То, что ему очень сильно нравятся мотоциклы. И он хочет себе мотоцикл. А я очень сильно против. Потому что для меня это очень небезопасно для транспорта. И я против таких транспортных средств. Я за безопасность. Ну, для меня машина это самое безопасное. И я остаюсь всегда в таком мнении. Никогда, наверное, не изменю. Никогда не буду говорить никогда. Но мне кажется, я не изменю свое мнение насчет мотоцикла. Потому что он уже, кстати, тоже на мотоцикле подавно у него был. Я не помню, что у него за мотоцикл какой-то был. Но это был его первый. Они там гоняли, катались. Как дурачки. Бесились. И он, ну, раза два-три, может, падал. Поэтому я вообще против. Напишите в комментариях, как относитесь вы к такому виду транспорта. Потому что я не знаю. Я всегда против. Я всегда на ндре типа, что вот, какой мотоцикл. Ну, короче. Я переживаю и не хочу, чтобы мои близкие ездили на мотоцикл. И подвергали свою жизнь опасности. Ну, для меня хотя такой вопрос странненький. И типа, я против. Сейчас нахожусь на Дармитре. И я приехала сюда. Очень, очень рано. Потому что сейчас 17.13. А я здесь встречаюсь с мамой в 6. И смотрю, стою на мост. На то, как двигаются поезда. Сейчас дождается поезд. Как раз едет впереди. Так что... Давай покажу, когда он ближе, чтобы дети. Ну, короче, скучаю. Не знаю, чем заняться. Мы уже с Дрешей встретились, переселись. Я знаю, что ты будешь смотреть это видео. Поэтому огромное тебе спасибо за новое стеклышко на моем айфончике. Так что наклеил мне стеклышко. Я очень знаю. Ну, это защита. Так, вот теперь поезда едут. Красиво, так прикольнее. В общем, вот такие вот делишки. И я сейчас, наверное, пойду в домоцентр. И пойду себе в пуза трехать. Я, может, что-то возьму. И, не знаю, посижу, короче. Потому что сидеть целый час нужно что-то делать. 7.20. Я приехала домой. Быстренько переоделась в теплую одежду. Одела кроссовочки. Облилась чаем. Только что открывала его. Ну, а как, чуть-чуть капнула. Отбрызнул что-то. Не знаю чего. Может, горячее закрыло. Сразу, короче, не важно. Одела теплую курточку. Взяла с собой книжку. Потому что мой телефон разрядился почти полностью. И я не хочу его трогать, чтобы он у меня еще пожил. И я вернулась своим телефоном. Потому что я взяла еще маленький телефон с собой. Тоже бегу по делам. И для того, чтобы не юзать телефоны, не трогать их, буду вот книжку читать. Я просто давно эту книжку начала читать. И как-то не было. Потом времени пропало. Я не дочитала ее. Я ставила ее. Вот сейчас во время ее начать читать. Ой. Так что, такие дела. А я уже как-то давно не гуляла, не прогуливалась. Таким дождливым вечерним Гиевом. Но реально я давно уже не гуляла нигде в девять часов вечера. Вот именно так в одиночестве. Ай. Вот это как-то круто. Я сейчас иду по делам. Надеюсь. Но я успеваю. Это просто отлично. Это вот идеально, как я сейчас иду. Идет такой дождь. И такое хорошее настроение у меня. Какое-то внутреннее очищение от этого дождя. Как я не знаю. Я что-то такая счастливая вот. Я не понимаю почему. Я не вижу такой погоды. У меня сейчас вечером я иду. У меня просто прекрасное настроение. И прекрасное настроение от того, что идет дождь. Типа, знаете, как хотелось дождя, получила. Не знаю. Просто в кайфе. А еще я очень сильно хочу сесть куда-то. В машину. Свою желательно. И уехать куда-то. Далеко вот так ночью. Выехать и ехать. И это очень-очень круто. Так. Я уже, наверное, подхожу. Поэтому я, наверное, и заканчиваю. Там уже цирк. Впереди. И что-то еще. Я не знаю что. Но там, короче, цирк. Я знаю, где только люди есть. Я так понимаю. Нет. Я не знаю, что это светится там впереди. Я знаю, что в прошлый год забылась. Ближе я подхожу. Уже не так, красиво. Вот видите. Ой, тут стройка, стройка, дорога. Так. Я буду слышать. Субтитры создавал DimaTorzok